Сейчас я скажу, что с моей точки зрения является, так сказать, желательным ответом. Потом мы обсудим, почему это ответ, докажем, что это ответ. Но вот интересно, видите ли вы написанную на доске формулу, как через векторы ABC написать тот самый, наиболее близкий к ABC на треугольник? Очень интересный вопрос. Догадаетесь или нет? Говорите, эти три решения я получил, но толк-то от них. Это же очевидно неприближающий треугольник. Давайте я объясню, почему. Если исходный треугольник ABC правильный, то ясно, что K должно равняться A, B должно равняться R. Понимаете, да? А здесь будет не так. Если я возьму правильный треугольник, и на сторонах его нарисую правильные треугольники, то их центры совершенно не хотят совпадать с точками ABC. А это плохо. Потому что мне, вот я получил в некотором смысле вот эти точки, да? Я получил точки X, Y, Z. А мне нужно, чтобы получились вот эти точки. Как? У меня есть формулы, которые создают X. А мне нужно получить A. Как вы считаете, существует какой-то разумный способ для этого? У меня разумный результат так. Взять вот эту точку, она там естественно выписывается, правда? Ребята, вот середина отрезка. Понимаете? Все понимают, что это B, 6,5. Замечательно. А если мы знаем эту точку и знаем эту точку, то надо нее сюда. У нас есть форма для вектора OX. Так, где там эти формы для вектора OX? Вот она. Разделить на 3. Это вектор из точки O в точку X. У нас, соответственно, смотрите, что есть. Вот на самом деле у нас есть вектор ОА. Вектор ОА это просто-напросто A. В каком отношении делит вот эта точка наш отрезок? В отношении 3 к 1, правда? Или неправда? Минус вот этот. Минус вектор OX. Замечательно. Я его могу узнать. B плюс церковь пола минус OX. Замечательно. Я его должен умножить на 4. Я его должен умножить на 4. И к нему прибавить вектор OX. Итак, у меня есть вектор OX. Я соображаю, какой вот этот до середины, вектор до середины такой. Умножаю на 4, получаю. Кстати, пробу, назовите, не такая сложная. 2B плюс 2C минус 3OX. Ну, OX умножать на 3, это одно удовольствие. Это вот это вот что. 2B плюс 2C, смотрите, минус 2C минус B плюс эпсилон С минус эпсилон B. Так, подводим итог. Мне не нравится, что в этой формуле отсутствует, причем напрочь отсутствует вектор, который ведется в точку А. Это какая-то плохая приближающая формула. То есть я учел середину отрезка. Господа, это плохая приближающая формула. Объясняю, почему. Потому что в нее входят только B и C. Это совершенно ужасно. Достаточно точку А отвести далеко, и получится, что приближающая вот эта вот точка от А совершенно независимая. Я выбрал плохой метод приближения. Замечательно. Замечательно. Зачеркиваю этот метод. Пытаюсь придумать, как у Ютуба. Ребята, у треугольника, кроме середины стороны, есть другая штука. У него есть точка пересечения медиана. Точка пересечения медиана M обладает следующим свойством. Это А плюс Б плюс С разделить на Т. Смотрите, чем хорошо. В точку пересечения медиана входят и А, и Б, и С. Отлично. Отлично. Напишем похожую форму только на этот раз для медиана. Здесь нужно взять вот этот вектор и его умножить на 2. Тогда мы более-менее попадем в эту точку. Значит, что я делаю? Я беру А плюс Б плюс С деленное на 3. Вычитаю вот эту штуку. 2С плюс Б минус Эпсилон С плюс Эпсилон Б деленное на 3. Все это умножаю на 2. Потому что иду сюда и еще дальше. Ну и понятно, что я получаю вот такой вот вектор, а мне нужно отточить и код. Поэтому я к этому еще прибавляю. Собственно, берем вот этот вектор. 2С плюс Б минус Эпсилон С плюс Эпсилон Б деленное на 3. Замечательно. Смотрим, что это такое. Господа, единственное для того, чтобы формулы совсем совпали с тем, что будет дальше, Сейчас надо сделать следующее. Я хочу получить решение задачи о правильном треугольнике в качестве следствия задачи о преобразовании Фурье на трех точек. А я, когда брал обозначение вот этого Эпсилона, помните, я что взял? Я взял 1,2 плюс И корней из трех пополам. Помните, была такая картинка? 60 градусов, да? Замечательно. Это плохо. Потому что я хочу сейчас, чтобы у меня было преобразование Фурье на правильном треугольнике, вписанном вокруг единичного радиуса. Значит, настоящая величина, с которой я хочу иметь дело, это вот какая величина. Это минус 1,2 плюс И корней из трех пополам. Ну, как отличаются Эпсилон и Дзитон? Понятно как. Дзита – это на самом деле Эпсилон минус 1. Или то же самое Эпсилон – это Дзитон плюс 1. Значит, окончательно. Я должен переписать формулу, к которой с таким вот клиентным вычислением я пришел, и которая с моей точки зрения решает задачу. Я должен переписать эту формулу через величину Дзитона. Так, поехали. 2А. Так, 2А плюс В. Плюс. То есть вместо Эпсилон пишет 1 плюс Дзитон. 1 плюс Дзитон. Да, Сэн. Минус 1 плюс Дзитон В. И все это разделить на… Так, надо написать в уголку, вот эту величину 2А и Дзитон В плюс 1 плюс Дзитон. Кстати, а у меня… Можно ли вот эту величину записать как-то по понятию? Значит, смотрите. Единица сюда, Дзита сюда. 1 плюс Дзитон – это на самом деле мое число Эпсилон. И Эпсилон – это минус Дзитон квадрат. Поэтому давайте-ка я все-таки вот эту величину напишу так. Минус Дзита квадрат С. И все это минус Дзитон – это минус Дзитон. Итак, было бы хорошо, если бы приближением к вершине А была бы вот такая точка. Понятно ли, что в таком случае будет приближением к вершине В, а что будет приближением к вершине С? Как вы считаете? Давайте догадаться. К вершине В приближение будет что? 2В. Дальше. Здесь будет 2С. Это точно? Натрий. Здесь у нас будет С. Здесь у нас будет А. Здесь у нас будет А. Здесь у нас будет В. Здесь будут знаки минусы. Здесь… Теперь вопрос. Эти приближения, они на самом деле приближения или неприближения? То есть я, если взял такие три точки, какие получаю вот эти вот разности? Чтобы проще, ребята, я получаю очень понятные разности. Я здесь получаю такую штуку. А плюс ЗИТа В плюс ЗИТа В квадрате С разделить на 3. Здесь я получаю В плюс ЗИТа С плюс ЗИТа В квадрате А разделить на 3. А здесь я получаю С плюс ЗИТа А плюс ЗИТа квадрате В разделить на 3. Сейчас видно, что на самом деле мы совершенно не забудемости. Вот теперь все. У нас только через симметричные формы. Знаете, чем интересны вот эти три вектора? Тем, что если вы вот это умножите на ЗИТа, то вы получите вот это. Потому что ЗИТа в кубе – это единица. А если вы это умножите на ЗИТа в квадрате, то получите вот это. Эти три вектора получаются друг из дружки поворотом на 120 градусов. Ребята, мы только что доказали замечательную теорию. Если взять в качестве точек К, Л и Э, вот эти вот точки, то любой треугольник А, В, С получается следующим образом. Вот есть у нас правильный треугольник К, Л, М. От него куда-то идет вектор К, А. Чтобы получить следующий вектор, надо вот этот К, А повернуть на 120 градусов. Ну, я боюсь, что я здесь понятного образа не сделаю. Вот как-то вот так, да? Л, В. И еще на 120 градусов повернуть. Получается вектор в точку С. То есть это три вектора, которые одинаковы по своей длине и под 120 градусов расположены по направлению. Все. Все. Значит, сейчас разговор про задачу Мариона и про приближение к другому правилу останавливаем. Приближающие формулы у нас написаны. Все замечательно. Пора перейти к обсуждению, собственно, главной темы наших занятий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok